Здравствуйте, дорогие воронежцы. С вами Жанна, искусственный интеллект от Майо. И сейчас я расскажу вам о главных новостях 30 октября. Пятый очаг африканской чумы свиней нашли в Хохольском районе Воронежской области. Под ограничение попала лесополоса, прилегающая к земельному участку рядом с селом Яманча-2. Карантин будет действовать до 29 января 2024 года. На территории ограничили продажу мяса и кормов. Тело 68-летнего мужчины нашли в гипермаркете метра на Остужево. Труп обнаружили 26 октября. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Полицейские проводят проверку по факту происшествия. Воронежцам напомнили о длинных выходных в честь Дня народного единства. Тем, кто работает пять дней в неделю, предстоит отдых в субботу, 4 ноября, воскресенье, 5 ноября и понедельник, 6 ноября. Рабочий день пятницы, 3 ноября, сократят на час. Нападающий факела Евгений Марков ответил на критику домашнего стадиона команды. На поле пожаловался тренер Спартака Гильермо Абаскаль. Футболист же назвал поле идеальным. Марков заявил, что это самое лучшее поле, на котором он играл за 29 лет. Неожиданное потепление порадует жителей Воронежской области. До плюс 17 градусов поднимется температура днем в среду, 1 ноября ночью будет плюс 4, плюс 9 градусов. 2 ноября в регионе тоже будет тепло, столбик термометра покажет 14 градусов. Хорошего вечера, до встречи завтра. Продолжение следует...